многие возможно видели гистограмму который находится сейчас с левой стороны экрана данная гистограмма отображается нас как и на фотоаппаратах если вы включите в настройках так и при обработке изображения данную гистограмму нужно уметь читать и нужно понимать что она себя представляет гистограмма иллюстрирует распределение пикселев на изображении это график на котором указано число пикселев на каждом уровне все эти черные штучки это пиксели на каждом уровне интенсивности цвета а гистограмма показывает детали в области тени это в левой части в области средних тонов это средняя часть и светлой области в правой части гистограмма позволяет определить имеет ли изображение достаточно детали для эффективной коррекции я сейчас вам покажу что это значит имеет ли какие-либо детали в нашем случае первое изображение имеет в каждой части что в черной части в тенях в свете в средней части везде есть какие-то элементы с которой можно работать а вот например у нас темный участок в котором белых частей именно белые части с правой стороны их практически нет не практически вообще нет здесь просто пусто есть только черный участок и средний участок а белых участков нет то же самое относится к другому изображению, в котором в черных участках, в тенях практически ничего нет. Есть какой-то маленький столбик, но он как бы не говорит о том, что у нас здесь есть свет. В данном случае здесь видно, что мы или же передержали диафрагму. Например, в данном случае мы передержанная фотография. В предыдущем случае, где у нас черный участок отвечает за недодержанную фотографию, когда вы открывали диафрагму. А в самом первом варианте у нас изображение, в котором все нормально с выдержкой и с полным тональным диапазоном. Все в принципе в порядке. Гистограмма также дает нам понять представление о тональном диапазоне изображения или типа ключа изображения. На изображении в низком ключе детали концентрируются в тенях, которые я вам показывал. Изображение в высоком ключе содержит больше всего детали в светлых участках. Вот видите в этом случае. А в средних точках детали концентрируется на изображении в среднем ключе. Как есть у нас на этой фотографии. Но изображение в полном тональном диапазоне содержит определенное число пикселей во всех областях. Определение тонального диапазона помогает выбрать подходящую коррекцию тональности. Когда мы знаем, что у нас здесь показывается, это участок или же темных или светлых участках, мы можем что-то корректировать. Сейчас я вам все показывал. Это в панели гистограмму, которая находится в окошке и третья по списку. Возможно где-то в другом месте будет, но это гистограмма. Она представляет себе в виде такое вот окошко, на котором можно отображать каналы в RGB, можно в красном канале, в зеленом канале, синие, яркостные и цвета. Вот все цвета, которые здесь отображаются. Источник можем брать не как изображение полностью, но так и выделенного слоя. Как видите, здесь все понятно и все показано. Можем выбрать только красный цвет, а можем выбрать только синий. Здесь все показано и мы здесь все прекрасно видим. Гистограмма представляет собой такое вот окошко, на котором мы можем все это посмотреть. Например, при создании гистограммы у нас все записывается в кэш-памяти. Об этом нас информирует данный значок, который говорит, что данные взяты из кэш-памяти. В настройках мы указывали, кэш-память обычно указывается от 2 до 8. Если у вас мощный компьютер и большое количество оперативной памяти, можете поставить 8. А если вы экономите оперативную память и у вас притормаживает компьютер про обработки фотографий, достаточно больших, например, то лучше кэш-память уменьшать. Но для того, чтобы мы убрали кэш-память, нам необходимо лишь только просто обновить фотографию. И у нас фотография обновится на тот момент из образца. Они будут брать из кэша. Если у нас работает кэш, то гистограмма работает гораздо быстрее, потому что фотография изначально уже вбита в нашу программу фотошопа и она берет оттуда все свои данные. Вот так вот у нас работает гистограмма. Но, как мы, возможно, заметили в других инструментах, например, как коррекция уровня, например, у нас здесь гистограмма всегда обозначена здесь. И мы всегда можем ее корректировать. Давайте мы уберем одно из изображений, чтобы мы смогли с ним поработать. И просто я вам быстренько покажу, как это все работает на примере уровня. Но об уровнях мы поговорим чуть попозже, более детально. Здесь я только подвину один из ползунок, отвечающий за белый цвет. И постараемся как-то восстановить изображение. При измене просмотра мы видим, как у нас изображение гистограммы меняется. Изображение, которое у нас серым цветом, это оригинальная гистограмма. А вот гистограмма B, тут получается серенькая гистограмма, которую непосредственно мы обозначим как B, A и B гистограммы, она у нас оригинальная. То, что мы получили сейчас. Если мы подвинем еще в другую сторону, гистограмма у нас будет меняться. Можем вот так вот сделать. Она тоже у нас изменяется. И можем корректировать ее в зависимости от ваших нужд. На этом у нас урок подошел к концу. Надеюсь, вы разобрали, что такое гистограмма. И теперь научитесь правильно ее читать. Будете разбираться, за что отвечает каждый ползунок. И от ваших нужд, от ваших требований вы будете измять фотографию так, как вам это нужно. В следующем уроке мы поговорим уже о уровнях, которые мы немножко затронули уже в этом уроке. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.